У вас хотят изъять землю? Срок исковой давности для оспаривания местными властями права собственности наземной начинается с того дня, когда орган узнал или должен был узнать о записи в Росреестре и о нарушении своего права. К такому выводу пришел Верховный суд, перепроверив итоги одного земельного спора. Привет! С вами юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Смотрите это видео до конца, и вы будете знать все о своих правах и больше. Итак, прокурор подмосковного города подал судебный иск в отношении дачника, не обнаружив в местной администрации бумаг о выделении ему земли. Ответчик смог предоставить лишь копию справки 1993 года о выделении участка. Прокурор заключил, что земля была получена незаконно, и ее надо изъять у этого собственника. Во встречном иске ответчик указал, что купил дачу законно и просил признать себя добросовестным приобретателем, в том числе по причине истечения срока давности. Районный суд согласился с ответчиком и отказал в иске прокурору. Но областной суд отменил это решение и передал землю муниципалитету. Старую копию справки о выделении земли, оригинал которой не сохранился, апелляция признала незаконной и постановила удалить все сведения о данном участке в ЕГРП и гос. кадастре. Собственник земельного участка с этим решением не согласился и обратился в Верховный суд. Судебная коллегия установила, что первый владелец этого участка получил его в 1993 году. Землю бесплатно выделили в муниципалитет. Через 13 лет участок был поставлен на кадастровый учет и зарегистрирован как частная собственность. Тогда же определены его границы. С тех пор земля не раз меняла собственников, и последний владелец приобрел его в 2011 году. Согласно Гражданскому кодексу, срок исковой давности составляет 3 года. При этом течение срока давности начинается со дня, когда человек узнал, что его права нарушены, подчеркнули судьи. Такой порядок касается не только физлиц, но и госорганов, а также органов местного самоуправления. Таким образом, Верховный суд постановил, что срок исковой давности в данном случае надо считать с того момента, когда администрация района узнала, что их земля попала в руки недобросовестного собственника. Именно поэтому срок прокурорской проверки или любой другой для начала отчета срока давности правового значения не имеет, указали судьи. Они также сослались на постановление 57 пленум Верховного суда, согласно которому срок исковой давности начинается со дня, когда гражданин или госорган узнали или должен был узнать о записи в ЕГРП. Верховный суд указал на еще одну ошибку апелляции. По земельному кодексу и по закону об органах местного самоуправления эти органы обязаны проводить муниципальный земельный контроль. То есть о нарушении своих прав муниципалитет мог знать в ходе любой земельной проверки или со дня проверки публичных слушаний о границах своей земли. Спорный участок был поставлен на кадастровый учет в 2007 году. Следовательно, местная власть должна была узнать о нарушении своих прав не позднее этого момента, заключил Верховный суд. Именно с этого времени отчитывается срок давности 3 года. Судебная коллегия по гражданским делам отменила решение областного суда и постановила пересмотреть вердикт апелляции. Если видео было полезным, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе последних событий. Пока-пока!